Сезон респираторно-вирусных инфекций, влажная уборка в квартирах, офисах и даже подъездах. Процедура обязательная. Елена Маркелова живет в крутых ключах вместе с ребенком-осматиком. Для нее чистота жизненно необходима. Помимо ежедневной уборки у себя дома, она наводит порядок еще в трех домах микрорайона. В основном, представляете, ребенок спускается по лестнице. Он маленький, года два-три. Он цепляется, естественно, за поручни. Это все остается у них на руках. Некоторые жильцы заводят домашних животных, питомцев, собак. Это тоже еще добавочно как бы паразиты, те же самые. Естественно, влажная уборка обязательная. Управляющая компания в крутых ключах обслуживает больше 300 домов. Это свыше 100 тысяч человек. За каждыми тремя домами закреплен ответственный человек, который проверяет, чтобы уборка проходила ежедневно и качественно. В период, когда вокруг много вирусов, жители могут обратиться в свою коммунальную организацию дистанционно, используя сайт из социальной сети. Изменен график работы с влажной уборкой, которая производится два раза в месяц. То есть она теперь проводится еженедельно и ежедневно. Обеспечивается санитарная обработка всех поверхностей, с которыми жители наши сталкиваются. Это перила, это ручки дверей, специальными дезинфицирующими средствами. Специалисты уверяют, что при введении здорового образа жизни и частой уборке шанс заболеть минимальный. Наводить порядок, а именно проводить влажную уборку, необходимо каждый день. Но самое важное – это проветривание помещений. Его нужно делать ежечасно. По возможности ограничить общение с заболевшим человеком. В общественном транспорте носить маски. Не вступать в разговоры, а по прибытии на место умываться и мыть руки с мылом. Маска помогает. Поскольку маска является барьером для органов дыхания, то есть мы дышим воздухом, то маска помогает. Особенно масочный режим вводится в местах массового посещения людей. Сегодня сложно найти медицинскую маску на прилавках. Из-за огромного спроса их раскупают мгновенно. Но ее можно сделать своими руками. Для этого достаточно сложить бинт в четыре слоя. Как повязку, так и маску необходимо менять каждые два часа. Напомним, в Самарской области и Министерстве здравоохранения организована горячая линия для тех, кто заподозрил у себя симптомы инфекции. Мария Левина, Николай Сидоров. События.